В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В районном историко-культурном центре состоялся отчет главы городского поселения Видное Моисея Шамаилова. В 2019 году был уступлен специальный лимон в 43-м моноклассированных салатах. На портале Добродела продолжается голосование по выбору мест для установки новых детских игровых площадок по программе губернатора Московской области. Покрытие надо другое сделать, потому что детишки здесь такое же покрытие. Они прыгают, коленки бывают, забивают. В рамках программы «Активное долголетие» для пенсионеров организована автобусная экскурсия в конно-спортивный парк «Русь». Сейчас мы посмотрим на лошадку, которая у нас стоит. Это ромашка. 18 февраля в районном историко-культурном центре глава городского поселения Видное подвел итоги работы за 2019 год. В своем отчете Моисей Шамаилов рассказал, что уже сделано и что предстоит сделать по основным направлениям в текущем году. Подробнее в нашем сюжете. На отчете Моисея Шамаилова присутствовал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. В этом году его команде предстоит не только принять все полномочия по управлению поселениями, расположенными на территории округа, но и заняться реализацией планов развития, которые были намечены их администрациями. В докладе глава городского поселения Видное основное внимание уделил экономическому анализу исполнения бюджета и конкретным делам, выполненным в городе в 2019 году. В отчете он отразил наиболее важные цифры и данные. Исполнение бюджета городского поселения Видное подоходно. Бюджет муниципального образования городского поселения Видное и Ленинского муниципального района подоходно подтвержден на 2019 год. Составился от 1,340,221,000 рублей. Выполнено на 99,8%. В 2019 году на городской территории выполнены работы по комплексному благоустройству на 13 дворовых территориях на сумму 138 миллионов рублей. Стоит отметить, что виды, объемы работ были согласованы с жителями. В прошлом году выполнен ремонт кровли на 12 домах. В настоящее время у них утепляются фасады. Также произведена замена системы газоснабжения в 15 многоквартирных домах. В 2019 году был выполнен капитальный ремонт в 43 многоквартирных домах. В том числе ремонт кровли на 17 домах. Фактически 12 выполнены, но 5 еще в работе должны завершиться с опозданием сроков. Но вот в ближайшее время. На мероприятии участникам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали к 75-летию Победы. Среди награжденных – Олимпиада Яковлева, бывший малолетний узник фашистских лагерей. О лагерях что я могу сказать? У меня от моего возраста остался только страх. А остального я не помню. Голод, бабушка там свою порцию мне отдавала. А так только страх, который остался на всю жизнь. Боишься? Вот дочка мне говорит, что ты всего боишься? Потому что боишься, боишься. Не дай бог, чтобы еще что-то это повторилось. На встрече жители могли задать вопросы на волнующих темы и получить ответы не только от главы поселения, но и от заместителей, главы администрации Ленинского муниципального района, депутатов, начальников управления и служб, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений города. Наталья Буслаева, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ. На портале Добродел продолжается голосование по выбору мест для установки новых детских игровых площадок по программе губернатора Московской области формирования комфортной городской среды в 2020 году. Шесть адресов из списка в Ленинском городском округе. Наша съемочная группа узнала, какие именно площадки наиболее остро нуждаются в обновлении. На портале Добродел выбирают места для установки новых детских площадок в рамках губернаторской программы формирования комфортной городской среды. В списке сразу четыре адреса в сельском поселении Развилка, два в самом поселке и два в деревнях Мильково и Слопода. На данный момент лидирует адрес Развилка 48. За него отдали более 60 голосов. Что неудивительно. Старые качели и пара лавочек. Вот и вся площадка. Остальные детские игровые комплексы в Развилке также старше 2015 года. Не имеют защитного покрытия и физически устарели. Также в голосовании участвуют два адреса в городе Видное. На третьем месте голосования детская площадка на Школьной 82. Тут отсутствует покрытие, видавшее виды оборудования. Да и площадка сама будет интересна разве что малышам. По периметру площадки растет густой мох. Значит, вода тут скапливается частенько. Площадка довольно большая. Есть где и песочницу поновее поставить, и игровой комплекс, и спортивное оборудование для деток постарше и взрослых. Правда, как оказалось, мнения у местных жителей на этот счет разные. Покрытие надо другое сделать, потому что детишки здесь такое же покрытие. Они прыгают, коленки бывают забивают. Ну и так более-менее хоть подкрасить ее. Так как какая-то она несовершенствована. Внешний вид очень хороший. Ага, то есть вас все устраивает. Да. А вот у жителей мало на горной улице и вовсе нет ни одной детской площадки в округе. В трех СНТ проживает около тысячи семей. В каждой есть дети, и им просто некуда пойти пулять. Очень нужна, необходима, потому что детям совершенно негде играть. И наверху у нас там ничего нет. Там какие-то качельки мы сами поставили. Но в любом случае детям нужно заниматься спортом, двигаться активно. Оборудовать детскую площадку предлагается вот на этом пустыре. Кстати, как нам рассказали местные жители, этот забор они не так давно установили самостоятельно, когда узнали, что власти думают устроить тут контейнерную площадку для мусора. Начало положено. Ну да, сделали как смогли, огородили, чтобы защитить себя от помойки. Мы хотим, чтобы здесь детки играли, занимались спортом. Было что-то хорошее, позитивное, созидательное, чем мы проезжали и смотрели на помойку. Логично же. Пока мы готовили этот сюжет к выходу, результаты голосования все время менялись. До его окончания осталось всего два дня. Так что спешите оставить свой голос. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Иосиф Гринберг, Елена Кошелева, Видное ТВ. Каждую пятницу на телеканале Видное ТВ выходит авторская программа Юлии Погасьян «Мастер своего дела». Передача о людях с интересными профессиями. На этой неделе ведущая подготовила для зрителей интервью с врачом-хирургом высшей категории Александром Пантелеймоновым. Бэкстейдж из Видновской районной клинической больницы сегодня в нашем следующем сюжете. На какую? На твою камеру смотреть? Нет, это у него крупно будет. Так на Сашу? Да, на Сашу. Пишем, да? Да. На создание одного выпуска программы «Мастер своего дела» уходит не один день. Вначале идет подготовка к съемкам, поиск интересного героя, знакомство с ним. Сам съемочный процесс занимает 2-3 часа. Это кропотливый труд целой бригады. Редактора, оператора, ведущего. Потом идет длительный процесс монтажа. Но результат всегда стоит потраченного времени и сил. Когда передача только первый раз выходила, немножко надо было притереться, понять. В принципе, вся команда должна была понять, как надо работать. Сейчас по времени уже все намного быстрее и проще, когда рука набилась. И, соответственно, интересно, когда монтируешь, узнаешь очень много нового, много интересного. Потому что каждый герой особен по-своему. У нас был и Дед Мороз, рассказывал свои истории, как он работает с детьми. И женщина, которая занимается с особенными детьми и по терапии. Программа «Мастер своего дела» на «Видное ТВ» выходит с ноября прошлого года. За это время в передаче приняли участие 8 выдающихся профессионалов в своей сфере деятельности. Это люди, которые трудятся на территории Ленинского городского округа и стараются сделать его лучшим в Московской области. Новый выпуск посвящен медицине. Герой программы – врач-хирург Александр Потелимонов. Насколько вы любите свою профессию? Я, наверное, не смогу ничего другого делать. То есть сказать о любви – это ничего не сказать. Это, наверное, просто уже образ жизни. Это настолько все внутри, настолько связано, является неотъемлемой частью. И говорить о том, что люблю я ее профессию, не люблю, тут нельзя, это, наверное, некорректно. Правильно сказать, что это просто часть жизни. Александр Потелимонов в Видновской районной клинической больнице работает с 2018 года. И в год он проводит порядка 400 операций. Герой программы поделился с нами нюансами своей деятельности, рассказал о новых методах оперирования и раскрыл секрет, что, оказывается, доктора тоже волнуются перед операцией. Что вообще чувствует врач, когда он делает операцию? Вы, может быть, сейчас уже, конечно, у вас и нет никаких ощущений внутренних, но поначалу-то точно они были? Ну, естественно, это чувство волнения, но которое прекращается с момента первого разреза. То есть здесь включается уже мозг, твердая рука, и нужно четко понимать, что ты делаешь, к чему-то стремишься. Естественно, стремление и акценты на конечном результате. То есть то, чтобы у тебя не было никаких в дальнейшем осложнений, ты уверен в диагнозе. И, конечно, бывают разные ситуации, но чаще это, конечно, стремление завершить начатое именно с нужным, ожидаемым результатом. Новый выпуск программы «Мастер своего дела» с хирургом 2-го хирургического отделения Видновской районной клинической больницы вы сможете увидеть в эту пятницу, 21 февраля в 19.50. Сразу после выпуска новостей на телеканале Видное ТВ. Юлия Погосян, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» для пенсионеров из Видного и совхоза имени Ленина была организована автобусная экскурсия в конно-спортивный парк «Русь». Вместе с экскурсантами много нового о лошадях узнала и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Максим Козлов. Ранним утром на Советской площади у входа в районный историко-культурный центр за 10 минут до отправления уже стоит автобус. А в нем активные пенсионеры. Чтобы они могли познакомиться с историей и современностью Московской области, работникам историко-культурного центра приходится немало потрудиться. План составляется на квартал. Мы, историко-культурный центр, прозваниваемся в музеи, в исторические комплексы, договариваемся о поездке, согласовываем время и дату, ну и дальше уже едем. Подождав последних опоздавших, автобус отправляется в путь. А он не близкий. Более получаса ехать из Видного в конно-спортивный парк «Русь». А потому экскурсия по родному краю начинается уже в дороге. И именно в остров он в 1668 году пригласил вселенских патриархов, для того, чтобы они разрешили конфликт. Конно-спортивном парке делегацию пенсионеров уже ждут. В программе посещения не только знакомства с самим парком. Экскурсантам рассказали об истории становления российского коневодства, о способах ухода и дрессировки лошадей. Сейчас мы посмотрим на лошадку, которая у нас стоит. Это ромашка. Ромашка к нам приехала из Белоруссии. Она у нас используется под занятие верховой ездой для начинающих детей. Более 40 человек из поселений Видное и совхоз имени Ленина приняли участие в нынешней экскурсии. И для пенсионеров это возможность не только узнать что-то новое, но и сделать фотографии на память, поделиться эмоциями, с пользой провести время. Лошади – это вообще великолепное животное, понимаете? Оно располагает, вот какое-то умиротворение происходит на душе. Я думаю, что мои все подопечные, им всем понравилось. Стоит отметить, что составляя планы поездок, организаторы ориентируются на мнение пожилых людей. Для этого среди пенсионеров постоянно проводятся опросы. Мы уже были в этом году в Подольске, но люди захотели еще кто-то посетить, но уже другие места тоже в Подольске. Планируем Раменское посетить, а также думаем к 9 мая продумать какие-то маршруты, например, Волоколамск, какие-то места, которые связаны с Великой Отечественной войной. В настоящий момент по всему Подмосковью программой «Активное долголетие» охвачено более 30 тысяч человек. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.